Надо сказать, что София сначала меня представила как полного автора этой концепции. На самом деле, это не так. Я просто один из руководителей бюро Мегабудка, и на самом деле над проектом работало достаточно большое количество человек. Поэтому нельзя сказать, что это я сделал. Нет, у нас команда, у нас сильная команда. Давайте подумаем вообще, зачем мы занимаемся этим? Зачем мы занимаемся этой набережной? Вот очень хорошо вы говорили, просто замечательно. Я на самом деле, это ответ на вопрос, который был, потому что, понимаете, получил город гигантские деньги, но на самом деле для города это совсем ничего, это действительно немного. И очень просто взять, сейчас потратить все эти деньги на благоустройство, сделать красивую набережную, а потом что? Потом, соответственно, каким-то образом все это надо обслуживать, эксплуатировать, и это будет, наоборот, даже съедать деньги. Соответственно, как нам этого вообще не допустить? Нам не нужно так, чтобы взять, выиграть деньги и закопать их. Нам нужно сделать таким образом, что за счет того, что город получил эти деньги, чтобы он дальше развивался. Что такое вообще развитие города и за счет чего оно происходит? Во-первых, жители города, сами жители города, они должны быть счастливы, довольны, гордиться своим городом, должны гордиться, что они живут здесь. Это называется локальный патриотизм. Есть такое в урбанистике определение, то есть когда человек горд тем местом, уважает и ассоциирует себя с историей или с землей, где он живет. Это важно, потому что в данном случае у него появляется больше мотивации делать что-то для города. Следующее то, что нам необходимо обеспечить желание жителей города создавать здесь бизнес, развивать таким образом местную экономику. Таким образом будет увеличиваться и количество рабочих мест, не нужно будет ездить в другие города и часть денег будет оседать как раз здесь. И кроме всего прочего, такой еще немаловажный интересный факт, точнее нет, желание, которое мы пытались добиться, это то, чтобы в город еще и приехали дополнительные люди. Почему это важно? Потому что, естественно, нам не нужен отток людей из города, нам нужно, наоборот, дополнительные люди в городе. Дополнительные люди — это, собственно, дополнительные потребители, это дополнительные деньги. Я прошу прощения, что я так, как называется, все на монетизацию, на экономику перевожу, но в любом случае это очень цельный процесс. То есть нельзя сказать, что мы просто берем и делаем красиво. Мы должны понимать, что это очень комплексная такая история, которая должна работать сама себя и быть драйвером развития вот этого города. Есть такой термин, который называется, в «урбанистике», я думаю, он вам, наверное, многим знаком, он называется, я забыл, как он называется, устойчивое развитие, конечно, устойчивое развитие. Устойчивое развитие предполагает, что то, что мы сделаем сейчас, будет приносить плоды и жить самостоятельно в дальнейшем времени и всячески положительно влиять на окружение, на город, на горожан, на туристов и так далее. И для того, чтобы, собственно, люди гордились своим городом, понятно, что, наверное, те, кто собрались в студии, уже гордятся своим городом, но нам бы хотелось, чтобы эта гордость, она, горожане могли бы ее каким-то образом ретранслировать, дать людям те инструменты, с помощью которых они могут говорить про свой город. А туристам, собственно, нам нужно придумать такую замануху, почему турист или бизнесмен, турист в очень широком плане, в том числе, я имею в виду и привлеченный бизнес, почему он заинтересуется этим городом, почему он сюда поедет, сначала посмотрит вокруг, как здесь хорошо, там, красиво, что-то интересное, потом захочет здесь открыть бизнес, возможно, остаться, купить жилье, ну, то есть, правильно же говорю? Поэтому мы должны подходить к этому комплексно. И сначала, когда мы начинаем делать проект, каждый раз, когда мы начинаем делать проект, мы анализируем, а, собственно, какие ценности вообще у нас есть в городе. И оказывается, что город Конаково изначально, ну, это достаточно новый город. Таких городов, по большому счету, много. Город, там, можно говорить, что, там, он со времен затопленного города, тем не менее, вот это вот, когда все затопилось Корчева, тем не менее, это, как бы, можно привязать. Хорошо, есть такой класс, но, тем не менее, все равно был фаянсовый завод, от завода обычно, как бы, растет город. Такая история достаточно распространена у нас в России. Обычно в таком случае заводы примерно все, которые дожили до сегодняшних дней, примерно в таком плюс-минус стиле существуют. Они все достаточно красивые и обладают архитектурной ценностью. Но при этом весь остальной город достаточно в советское время серо развивается, то есть ничего такого нового в нем не происходит. Вот. И, на самом деле, в таких городах достаточно сложно найти идентичность, но мы, или ценности, мы пытаемся это сделать. Мы смотрим, что есть. На самом деле, гресс, река сама по себе, затопленный город, фаянсовый завод — это все слои, которые мы ищем. Опять же, в Конаково, там, один из первых, по-моему, в России электрических кинотеатров, один из первых цветных или первый, по-моему, цветной фильм, снят в Конаково. Это тоже такие слои ценностей, которые можно собрать и каким-то образом ретранслировать. Но нам нужно найти самое главное. Вот. И оказывается, это все, там, перечисляю ценности, которые мы искали, и оказывается вот что. Что среди этих всех ценностей самый основной, который максимально отличает Конаково от других городов, я сейчас скажу, почему, это непосредственно большая река и большой сосновый бор, который находится рядом с рекой. Почему это имеет такую большую ценность? Эта ценность огромная для москвича. Почему? Или для жителей, там, области, ну, или территорий, близких к Москве. Почему? Потому что Конаково — это та точка, которая находится максимально близко с точки зрения транспортной доступности для того, чтобы житель мегаполиса мог бы добраться до Волги. Кто-то скажет, что это другие города, но мы смотрели, что если мы воспользуемся электричкой, быстрый, да, скоростным поездом, по-моему, там самое минимальное время, типа, час сорок три она идет, что-то в этом роде. Понятно, что среднее время чуть подальше, но, тем не менее, это действительно самая ближайшая точка для того, чтобы добраться до такой широкой и известной реки. И это, конечно, ценность. Вот. И если мы говорим это и ретранслируем это в большой город, то это действительно является таким очень-очень сильным, очень стильной ступенью для того, чтобы на этой почве строить весь базис будущей концепции. И... Но это еще не все. Это еще не все. Это один из слоев. Но мы также понимаем, что на самом деле Конаково — это город, но есть еще некая такая, ну, не скажу, что агломерация, но район, да, район. Вот. Район тоже достаточно интересный. Район входит в несколько населенных пунктов, несколько каких-то еще интересных мест. И на самом деле путем развития Конаково мы можем развивать не только сам город, а еще и территорию, которая примыкает к нему другие населенные пункты. Это тоже важно. Мы, как архитекторы, сейчас с вами можем действительно это сделать. Вот. И оказывается, что, смотрите, все эти точки, которые здесь нанесены, их можно очень удачно объединить маршрутом. Это единый 15-километровый маршрут для велосипедистов, пешеходов и бегунов, который, собственно, объединяет все эти интересные точки. Это прям такая очень тоже еще одна сильная уникальность, которая идет вдоль воды почти всегда. Огромное количество песочных пляжей, песчаных пляжей здесь есть. И множество интересных точек, включая, вот для меня, например, было открытием про, вот Максим, скажите, вот про этот парк, который сделан как... Да-да-да. Как... Да-да-да. С отсылкой, собственно, на гайд-парку. Вот. Это же тоже очень интересная такая уникальная вещь. И таким образом маршрут, если посмотреть все ценности, которые мы собрали, он объединяющий. Он объединяет все эти ценности и становится не просто прогулочным маршрутом, а информационно-туристическим маршрутом широкой рекреационной и культурной такой направленности. Соответственно, мы уже понимаем, что в Конаково можно даже ехать не на день, а на несколько дней, чтобы охватить все эти достопримечательности. И при этом, чтобы этот маршрут заработал, смотрите, внимание, у нас есть центральная точка Конаковская набережная, вот это вот участок, который мы делаем, как раз и который находится в центре этого маршрута и как раз и будет являться вот тем триггером, тем драйвером развития, который, собственно, послужит для дальнейшего развития вот этой всей линейной истории. И мне кажется, что таким образом мы делаем очень важную с вами такую задачу, очень гуманную, и при этом еще и крайне экономически выгодно не только просто для города, как ничего абстрактного, а непосредственно даже для самих жителей, потому что мы понимаем, что таким образом и увеличивается и качество инфраструктуры, появляется дополнительный поток финансирования и так далее, и так далее. Это все тянет одно за собой, синергетический эффект. Вот, и поэтому, например, если вы видели проект, у нас, например, в проекте на дальнейшие этапы появляется мост, да. Почему у нас появляется мост? Потому что вот мы находимся сейчас с вами на территории Бор, здесь есть стадион, а к стадиону, как вы знаете, от набережной тяжело идти. Собственно, чтобы этот маршрут был удобный, у нас предусмотрен мост. Почему мост, например, выглядит таким образом? Потому что по мосту мы подразумеваем, что доведем до стадиона коммуникации, инженерные сети, которые позволят на стадионе обеспечить туалеты, душевые и так далее, и так далее. Вот, и поэтому у нас появляется дополнительно водный транспорт, который также является объединяющим этим маршрутом. И, собственно, дальше речь идет о том, что мы всего лишь выявляем преимущества данной территории, а их много, и пытаемся их подчеркнуть. А все остальные, вот у нас есть список минусов этой территории, они в основном инфраструктурные. Мы пытаемся, вот они там, перечислены, вы можете ознакомиться с концепцией, не буду по ним проходиться, но мы от них просто как бы их исправляем. А дальше мы всего лишь просчитываем потоки, как, собственно, люди будут ходить, и ранжируем их, какие потоки больше подходят туристам, какие для местных жителей, так, чтобы их не пересекать, какие более приватные, какие можно углядеть с детьми, на каких можно кататься на велосипедах. И таким образом у нас просто выстраивается такая дорожно-тропидночная сеть, которую мы делим по зонам. А зоны мы ориентируем на те, на самом деле, что у нас уже присутствуют. Поэтому, на самом деле, по большому счету, чего-то сверхнового архитектурного излишества в проект мы никакого не вносим. Мы просто подчеркиваем ту ценность в проекте, которая уже есть. Но дальше, чтобы проект функционировал, вот, например, мы видим... Почему, например, я не совсем согласен с роликом? Потому что в моем представлении и видении это не помпезные набережные, это вот такие участки. Но, тем не менее, сами же в своей презентации мы, собственно, это и есть противоречие такое, которое я хочу, хотя бы, чтобы вы поняли. Это в ролике тоже есть. Почему такое противоречие получается? Потому что, при том, что для местных жителей вот это вот очень хорошо, для туристов, на самом деле, это тоже хорошо. Но у нас появляется и здание. Почему у нас появляется сооружение? Потому что этого бюджета не хватает растянуть на всю территорию, построить бесплатные туалеты, всю инфраструктуру и так далее. Поэтому нам приходится привлекать дополнительных внешних инвесторов, выделять вдоль дороги, не на набережной, а на них участки, для того, чтобы, например, за счет инвесторов построить туалеты, которыми будут посетители набережной пользоваться. Или там осуществляется прокат инвентаря, который также пользуется посетителем набережной. Поэтому все это, на самом деле, очень взаимосвязано. И это очень такой комплексный проект и комплексное решение, поэтому к нему нужно подходить с разных сторон. Я надеюсь, нам, собственно, это удалось сделать. И я очень надеюсь, что я смог в такой своей сумбурной речи донести до вас посыл, собственно, которым мы действуем.